Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Не улетел, но обещал вернуться. Легендарный Ил-2 демонтировали на время реконструкции московского шоссе. Затмить всех. Фасады самарских зданий соревнуются в яркости подсветки. Все на лед. На площади Куйбышева зальют два катка. Сегодня состоялась ежегодная 11-я по счету пресс-конференция Владимира Путина. На ней главе страны были заданы вопросы как по наиболее актуальным пунктам международной повестки, ситуации в Сирии, отношении России с Турцией и Украиной, так и касающиеся внутренних социально-экономических проблем. По словам президента, российская экономика преодолела пик кризиса, ситуация стабилизировалась, сократился отток капитала, снизилась долговая нагрузка, хорошие показатели достигнуты в сельском хозяйстве. Как и в прошлом году, пресс-конференция длилась 3 часа 10 минут. В этот раз на мероприятие было аккредитовано рекордное число журналистов – 1392 человека. Согласно списку, опубликованному на официальном сайте Кремля, аккредитацию получили как ведущие российские и мировые информационные агентства и издания, так и региональные СМИ. Среди них был и наш корреспондент Олег Зверев. Его репортаж мы покажем в наших следующих выпусках. Самарские небесные чемпионы вернулись на родину. Заслуженные мастера спорта Николай Буров и Александр Жуперин стали победителями всемирных воздушных игр, которые состоялись в Дубае. Они проходят раз в четыре года. Их еще называют воздушными Олимпийскими играми. Спортсмены уверенно выступили в двух дисциплинах – вертолетный слалом и развозка грузов. Своими впечатлениями чемпионы поделились с Марианной Мирной. Вертолетный слалом и развозка грузов. Ведро диаметром 20 сантиметров зоркий глаз летчика устанавливает в круг. Самарцы лучшие в своем деле. Победу во всемирных воздушных играх одержали наши летчики на вертолете «Робинсон-44». Обошли семерых соперников. Позади остались поляки со вторым местом и австрийцы на третьем. Летчик Николай Буров в небе больше 30 лет. Без него, говорит, в жизни не хватает адреналина. Небо – это все, потому что это наше и жизнь, и хобби. А вертолетный спорт понравился еще, когда был курсантом, когда летали. Мы только учились на вертолете, а были более старшие товарищи, которые занимались спортом. И на наших глазах выполняли какие-то тренировочные полеты. Конечно, это для нас, курсантов, завораживало. Всемирные воздушные игры – это редкая возможность продемонстрировать свои умения. В прошлый раз Николай Буров тоже стал победителем. Чтобы покорять вершины, говорит, нужно следить за здоровьем, постоянно тренироваться и доверять своей интуиции. Парадокс заключается в том, что, несмотря на то, что в вертолете огромное количество приборов и систем, в вертолетном спорте как раз большей частью используется именно чувство летчика. И упражнения подобраны так, что независимо, какой тип вертолета, там, американский Robinson 44 или наш родной Ми-2, упражнения происходят на слух, на чувство моторики, на чувство мощности этого вертолета. Когда и где состоятся следующие всемирные игры, пока неизвестно. ФАИ – Международная авиационная федерация – должна выбрать страну, которая примет соревнования. Чтобы быть готовыми, наши летчики тренируются каждый день. Мариана Мирная, Константин Головин. События. Один из символов Самары – самолет Ил-2 – временно покинул свое место на кольце проспекта Кирова. Демонтаж связан с реконструкцией Московского шоссе. Здесь началось строительство тоннеля на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Когда обновленный штурмовик вновь займет свое место и где он будет храниться, все это время расскажет Валерия Макарова. Своё место на постаменте Ил-2 занимает 40 лет. И лишь однажды его увозили отсюда на реставрацию. Самолету уже больше 70 лет. История этой боевой машины, летающего танка, как его называли, – это целая легенда. В 43-м году он отправился с Куйбышевского авиазавода воевать в Заполярье. В одном из боев был подбит. Дошли его почти 30 лет спустя от ряда красных следопытов. И благодаря серийному номеру, который сохранился, он вновь вернулся в стены родного завода, где его полностью установили. Теперь Ил-2 снова ждет реставрация. После того, как штурмовик снимут с постамента, его подготовят транспортировки на новое место. Частично он будет разобран, это будут сняты крылья. И завтра мы планируем его транспортировать на хранение на площадку авиакора завода. Демонтаж Ил-2 – очередной этап реконструкции Московского шоссе. Он означает начало строительства тоннеля под кольцом. В течение двух недель на площадке полностью уберут асфальт, появится котлован. На время работ на кольце планируют закрыть одну полосу движения. Отремонтированное шоссе соединит центр Самары с новым стадионом «Космос-Арена», на котором пройдут игры чемпионата мира. Общая стоимость реконструкции составит больше 8 миллиардов рублей. Финансирование за счет федеральных и областных средств по программе подготовки к ЧМ-2018. Работы будут идти круглый год и завершаться к 1 декабря 2017 года. Тогда же на свое прежнее место вернется Ил-2. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Зима будет нескучной, можно смело точить коньки. На площади Куйбышева начали заливать каток. В этом году позже обычного. Из-за плюсовых температур это невозможно было сделать раньше. Вода просто не замерзала. А вот отсутствие снега, как выяснилось, не проблема. Какое решение нашли специалисты, расскажет Марина Матвейшина. Мягко стелют ровно кататься. На площади Куйбышева заливают главный городской каток. Специальная ткань-подложка – залог будущего ровного льда. А при заливке она работает, как снежная подушка. Не дает воде рассечься по асфальту. Сначала вручную обрабатывают края ткани, чтобы они не топорщились и их не задувало ветром. И только после этого идет машина и заливает весь каток. Машина с так называемой гребенкой проливает слой за слоем, пока толщина льда не достигнет 15 сантиметров. Лед отшлифуют, а по периметру установят деревянное ограждение. Всю зиму сотрудники спецаремстройзеленхоза будут следить, чтобы лед оставался ровным. Обязательно будут заливаться катки, выравниваться, потому что могут появиться трещины, потом коньками будут какие-то повреждения. Обязательно будут подметаться, потом подметается сначала, выравнивается каток. И ручная обработка нужна, и щетками идем, а потом заливаются обязательно. На площади будет два катка общей площадью больше 5000 квадратных метров. Для удобства горожан здесь установят павильоны, где можно переобуться и выпить горячий кофе или чай. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События. Затмить всех фасады самарских зданий соревнуются в яркости подсветки. Этот год не стал исключением. В городе проходит традиционный конкурс на лучшее праздничное оформление. Когда подведут его итоги, знает Марианна Мирная. Учеников 148-й школы на вахте встречает настоящий Дед Мороз. Весь антураж холла с любовью сделан руками школьников и их родителей. Не только для создания новогоднего настроения, но и для участия в конкурсе на лучшее оформление зданий. Школа блестит огнями и внутри, и снаружи. Мы любим, и дети любят, и родители любят создавать праздничное настроение накануне Нового года. Поэтому мы воодушевленные, готовимся к встрече Нового года, который... Новый год всегда ассоциируется с новыми ожиданиями и так далее, выполнениями желаний. Поэтому я думаю, что все, что задумано, здесь должно все сбыться. 42 предприятия подали заявки на участие в городском конкурсе на лучшее оформление фасада. В основном это школы, детские сады, учреждения культуры. Но есть и представители крупного бизнеса. Есть понятие «новогодний комплекс». Новогодний комплекс включает в себя оформление фасадов и внутренних, значит, непосредственно помещений. Вот это и есть новогодний комплекс. И мы будем подводить итоги, присуждая призовые места, в первую очередь тем коллективам, которые оформили, извините, новогодний комплекс. Итоги подведут в пятницу 18 декабря. Победители получат призы с символикой города. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. Зима, похоже, окончательно вступила в свои права в Самаре. Снегопад, обещают синоптики, будет идти и сегодня. А это значит, для коммунальных служб наступила горячая пора. Всю минувшую ночь в Самаре работали сотни рабочих единиц спецтехники. Из города вывезли более трех тысяч тонн снега. К ночной уборке присоединилась и Валерия Макарова. От рассвета до заката сегодня убирали снег на улицах Самары. Ночью на работу вышли 220 единиц техники. При этом время на уборку города сократилось благодаря современным машинам, таким как лаповые снегопогрузчики. Рабочие их ласково называют «золотые ручки». Они и работают быстро, и в управлении удобны. Более удобные техники стали, современные. Отдыхаешь. Снег убирают во всех районах города, в том числе отдаленных. За одну ночь вывезли три тысячи тонн снега. За чистоту городские коммунальные службы борются вместе с управляющими компаниями. Перед тем, как начать уборку улицы, снег вывозят из дворов. В ходе уборки самой улицы снег убирается. Соответственно, если управляющая компания не успела это сделать до уборки, никакого освоила снега на очищенной дороге не допускается. Это уже применение административного наказания. И за свой счет управляющая компания убирает этот снег. В департаменте отмечают, управляющие компании в этом году ответственно подошли к уборке снега во дворах. Если так пойдет и дальше, грядущие снегопады не страшны. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. Даже зимой в Самарской области торгуют российскими овощами. Таковы выводы экспертов. Почти на 70% меньше на прилавках стало заморских помидоров. Заметны первые результаты импортозамещения. Во сколько обойдется новогодний стол и как сэкономить перед праздником, узнала Марина Кравцова. Отечественные овощи могут вытеснить импорт на новогодних столах самарцев. Если в прошлом году в продаже превалировали овощи из Турции, Марокко, Израиля и Египта, то сейчас на их месте продукты российские и китайские. В целом по всем категориям товаров за год потребительские цены выросли почти на 12%. Больше всех прибавила рыба – 22%. А вот некоторые позиции даже подешевели. Картофель, морковь и капуста цены даже ниже, чем за аналогичный период прошлого года, который достигали тогда по картофелю аж до 40 рублей за килограмм. То сейчас мы в торговых сетях можем видеть картофель российского производства в пределах 20-23-24 рублей. По подсчетам экспертов, средняя стоимость новогоднего стола будет колебаться от 1600 до 2200 рублей. В типовой набор вошли мясное ассорти, сыры, рыба, курица, бананы, мандарины, виноград и шампанское. А килограмм готового салата оливье в магазине должен стоить около 200 рублей. Собрать бюджетную новогоднюю продуктовую корзину можно будет на ярмарках. Впереди новогодние праздники. Мы понимаем, что мы должны провести большую работу в каждом муниципалитете по организации таких предновогодних сельскохозяйственных ярмарок. У нас опыт уже достаточно хороший в прошлом году и в этом году в целом по таким мероприятиям. В Самаре таких ярмарок будет семь в разных районах города. По согласованию с областными министерствами, возможно, откроют еще одну дополнительную площадку. Работать они будут с 25 по 27 декабря с 9 до 16 часов. Дали предложение Минсельхозу по оповещению местных товаров производителей, для того, чтобы они приняли участие. Мы взяли на себя затраты по части уборки. На ярмарках цена должна быть ниже, чем на рынках. Места дадут предпочтительно производителям из Самарского региона и Мордовии. В пользу отечественных продуктов от импорта отказываются и крупные торговые сети. Марина Кравцова, Станислав Левин. События. Телеканал «Самар ГИС» признан победителем конкурса на лучшее освещение избирательной кампании и подготовке к выборам в районные советы депутатов. Его организовала областная избирательная комиссия. О событиях 13 сентября, когда самарцы решали судьбу родного города, наши корреспонденты с утра до вечера рассказывали в десятках сюжетов. Валерия Макарова вспомнила тот день. «Три, два, один, старт! До выборов в десять дней!» Этот видеоролик, созданный журналистами телеканала «Самара ГИС», появился более чем на 30 экранах областной столицы. А сам день голосования для редакции начался с шести утра. Наши корреспонденты дежурили на избирательных участках с момента их открытия и до вечера, чтобы зрители получали самую актуальную и важную информацию. В единый день голосования определились составы районных советов депутатов. После реформы местного самоуправления жители впервые за долгое время сами решали, кому доверить судьбу родного города. Итоги этого важного для Самары дня подвели в обл. избиркоме уже ночью. Выборы депутатов в районные советы, которые прошли в Самаре впервые за последние 25 лет, состоялись. До данный момент, по сведениям обл. избиркома, явка по Самаре составила 29,22%. Работу редакции во время выборов оценили по достоинству. Телеканал Самара ГИ стал победителем конкурса на лучшее освещение избирательной кампании. Сегодня в гостях у канала побывал председатель областной избирательной комиссии Вадим Михеев и поздравил коллектив редакции с победой. Я называю журналистов уже нашими коллегами, поскольку они являются полноцелыми и полноправными участниками избирательного процесса. Поэтому, уважаемые коллеги, я вас поздравляю. Надеюсь, что мы и в дальнейшем будем также плодотворно сотрудничать. А ваша работа, она очень нужна и ценна как для избирателя, так и для всей избирательной системы. Телеканал Самара ГИС и дальше будет следить за самыми важными новостями Самары. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. События. Самара семимильными шагами приближается к чемпионату мира по футболу 2018 года. Грандиозные стройки, реставрации исторической части города. Создание волонтерских центров, развитие и популяризация различных видов спорта и здорового образа жизни. Что касается футбола, Куйбышев также активно жил и в 60-х. Наши спортсмены играли в сборной СССР. На чемпионатах мира и Олимпийских играх. Историю футбола от его золотого века до наших дней расскажет Сергей Кизоркин в рубрике «Самара в игре». Золотой век футбола в Куйбышеве связывают с именем Галимзяна Хусаинова. В 66-м году он помог сборной СССР занять четвертое место на чемпионате мира. Двумя годами ранее стал серебряным призером Кубка Европы, а начинал Хусаинов играть в 53-м за Куйбышевское «Динамо». Со звездами футбола того времени ветерану Крыльев Совета Валериану Панфилову встретиться в очном поединке не удалось. Он забивал мячи 20 лет спустя, но и тогда игра сильно отличалась от современной версии. Я вот до сих пор удивляюсь. У нас, когда мы играли, у нас Толя Блохин, вратарь. Он с рук, с линии штрафной, выбивал мяч, он долетал, но вот до радиуса на половине поля соперника. А сейчас я вот вижу, просто вратари, когда выбивают с рук, они могут от линии штрафной добить до другой штрафной. Футбол сейчас другой. Быстрые, техничные роли игроков на поле стали универсальными. Сейчас уже как-то нивелируются такие понятия, как защитник, полузащитник. Даже вратарь выиграет Нойер. Он исполняет полевого игрока. Уже как-то это все... Ну, какой-то футбол, во-первых, очень быстрый стал. Это все. И мячи быстрые стали, и быстрее думают на поле. Универсализация сплошная идет. И сейчас уже нет такого распределения, там, амплуа. Мне больше нравился более романтический прошлый футбол, когда вратарь был вратарь, которого дело было ловить мячи. На первый план у них выходило попасть в основной состав, попасть там в заявку на игру. А сейчас номера раздают. А раньше просто была битва, дрались, чтобы попасть в первый по одиннадцатый номер. Вот это было достижение. Если ты уже там тринадцатый, четырнадцатый, ты в запасе. А если ты вырвал уже там пятый, шестой, то это уже большая заслуга. Голкипер Виктор Гаусс играл за крылья Совета в восемь сезонов из более чем двухсот матчей за профсоюзную команду. Ему запомнилась кубковая игра с московским «Торпедо». Удачно этот кубок прошел. Мы и «Шахтеры» обыграли, и «Торпедо» в Москве. Мы их обыграли три года. Филиппов забил три мяча, я пенальти отбил. Такой памятный момент. Были все очень рады. Как бы ни менялся футбол, но интерес к нему болельщиков во всем мире только растет. Национальные чемпионаты и розыгрыши Кубка мира продолжают собирать многомиллионную аудиторию у телеэкранов «Так будет» и в 2018 году в России. Самара готовится принять любителей и участников этого грандиозного спортивного спектакля. Сергей Кизоркин, Сергей Баскин. События. А сейчас коротко о других темах дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пассажиров в автобусе не было, только водитель и кондуктор. Обошлось без пострадавших. Причина пожара и ущерб от него устанавливаются. На тушение выезжали пожарные подразделения в составе девяти человек и двух единиц техники. Также есть информация, что ликвидировать огонь помогал очевидец. Смотреть по сторонам призывают жители города сотрудники ГИБДД. В сети появился социальный ролик, где показаны страшные кадры ДТП. Его авторы считают, что обучающие мультяшные детские видео неэффективны, а потому сняли жесткие кадры, где призвали пешеходов смотреть по сторонам в любой ситуации. В области выросла рождаемость, снизилась смертность и уменьшилось число разводов. Хотя количество последних по-прежнему велико. В 2015 году поженились 24 тысячи пар. Развелись больше половины – 14 тысяч. В Самаре пройдет вечер, поэтический дневник Высоцкого. В нем примут участие ведущие артисты города, прозвучат редкие стихи Высоцкого, так и не ставшие песнями. Вечер начнется в Центре социализации молодежи 18.30 – 21 декабря. Бодительность круглые сутки. В Самаре открылся восьмой опорный пункт полиции. Стеклянные стены позволяют полицейским в режиме нон-стоп наблюдать за обстановкой вокруг. А сам пункт видно издалека. Местные жители уже оценили преимущества такого соседства. На открытии острова безопасности побывала Марина Матвейшина. Величий столк, полка патрульно-постовой службы для торжественного открытия сценарного поста полиции построен. Перекресток улицы Осипенко и проспекта Ленина теперь под особой защитой. С этой минуты здесь начинает действовать опорный пункт полиции. Видно его издалека. Любой житель может обратиться к полицейским за помощью. Здесь же можно написать заявление. Это уже восьмой опорный пункт. Пункты будут еще подключены в ближайшие дни. И Новый год жители Самары встретят в системе, я убежден, безопасности и ощущение степени этой безопасности. До 2018 года в Самаре появится всего 20 опорных пунктов полиции. Юная самарчанка Катя Розова еще никогда не видела столько полицейских. А папа девочке уверен, чем больше они будут на виду, тем спокойнее. Эти вот дополнительные пункты полиции, я считаю, это как в какой-то степени будет таким ограничивающим моментом. Для тех лиц, которые готовы совершить какие-либо деяния злые против добрых и мирных граждан. Дружинники патрулируют улицы Самары ежедневно, начиная с весны этого года. Количество преступлений за это время значительно сократилось. Энтузиазм нарушителей и спокойствие при виде патруля сходит на нет. Бывает, что они ведут себя немного грубо, но после разговоров профилактических они понимают и ведут себя после этого хорошо. Сейчас и полицейские, и их добровольные помощники готовятся к работе в новогодние праздники. Патрулирование городских улиц будет усилено, а дежурство в опорных пунктах будет круглосуточным всегда. Марина Матвеевна, Григорий Пельжаков, События. Оформить пенсию, получить выписку из Росреестра и еще сотни других госуслуг могут получить самарцы в отделениях многофункционального центра. До конца года в городе откроются шесть новых офисов. Один из них в микрорайоне «Крутые ключи». О последних приготовлениях репортаж Ларисы Шалафаст. В новом помещении еще чувствуется запах краски, но уже совсем скоро здесь начнут работу 26 окон приема и выдачи документов. Сюда смогут обращаться все жители Красногринского района Самары. Это социальное направление, предпринимательское направление, услуги пенсионного фонда, услуги Росреестра. Полный спектр услуг, которые мы оказываем, он будет оказываться и здесь. Всего до конца года в Самаре откроются шесть новых отделений МФЦ в дополнение к уже имеющимся двум. Таким образом, общее количество окон обслуживания составит 211. Это позволит обеспечить шаговую доступность государственных услуг для жителей всех районов города. Мы при большой поддержке правительства Самарской области, которое оказывает нам финансовую помощь для реализации этих проектов, мы обеспечим исполнение указа президента, согласно которому уже в текущем году 90% граждан должны быть обеспечены возможностью получать услуги через единое окно, через вот такие многофункциональные центры. Все новые отделения МФЦ откроются до конца декабря. Лариса Шлафаст, Дмитрий Мешканцов, События. А сейчас новости спорта. Слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Самарцы разыграли медали под Зюдо на первенстве вооруженных сил. Самый сильный школьник губернии живет в Тольятти. Самый сильный школьник Самарской области Игорь Колодкин. Тольяттинец подтягивается 40 раз, отжимается на брусьях 50. Его сверстники-старшеклассники с трудом достигают предела в 20 подтягиваний. Тольяттинский богатырь учится в 89-й школе. На первенстве вооруженных сил под Зюдо сборную Самарской области представляли 32 спортсмена. В результате успешно проведенных поединков они положили в медальную копилку 13 наград. 8 бронзовых, 3 серебряные и 2 золотые. Чемпионами стали Вита Майданник и Ульви Райгимли. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал Самаргиз в кабельных сетях города. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»